Гензель овдовел осенью прошлого года, когда неизвестный злоумышленник перебросил через забор реабилитационного центра пакет с просроченными лекарствами. Самка северного оленя и малыш погибли, наевшись медикаментов. Несколько месяцев Гензель провел в одиночестве, пока в реабилитационный центр не привезли двух оленей, Марфу и Василису. Примерно 4000 единиц идут ежегодно на убой. Поэтому если кто-то хочет, ну обычно ежегодно 100 оленей выкупается, кто хочет их спасти. Именно поэтому они и были выкуплены. Хорошо мини-хорсам, крошечным лошадкам для отличного самочувствия достаточно и обычного сена. А вот северный олень не самое простое в содержании животное. 90% его рациона составляет ягель, так называемый оленей мох. А в Велесе запасов осталось всего на полмесяца. Поэтому в леса Карельского перешейка в очередной раз направляют ягель-команду. Снаряжение ягель-команда с садовая тяпка или автомобильный скребок, прорезиненные рукавицы и мешок для мусора, куда будут складывать выкопанный из-под снега оленей мох. Кстати, в числе 20 волонтеров редактор петербургских вестей Марина Рындина с помощником. Хочет помогать Велесу и животным, поэтому решила принять счастье. Я первый раз, и мне очень интересно, но мне кажется, мы тут и поможем, и проведем время здорово. Главное правило ягель-командос. Думай, как олень, будь оленем. Нельзя возвращаться на одно и то же пастбище раньше, чем через год. Нельзя сдирать так называемый мох целыми пластами. Все, что было выкопано, необходимо засыпать снегом. Ольга Кудинова, опытный сборщик, на ягеле уже в третий раз. Лишайники, как и грибы, имеют грибницу. И вот то, что сверху грибницы, это вот мы называем мхом. Собирая его, вот то, что мы собираем, мы берем не пластами, мы берем кусками. Ну как, олени ходят, кушают, кушают, вот выбирают себе. Вот так и мы, потому что мы знаем, что лишайнику нужно время, чтобы восстановиться. Кстати, олень и мох на самом деле не мох. Так обычно называют эволюционно более продвинутые растения – лишайники, чья калорийность соответствует дорогим комбикормам. Тогда как мох совсем не съедобен. Так что угощением будут рады и велесовский лосенок, и жизнерадостные мини-хорсы. В прошлый выезд ягель-командос набрали около тонны сырого материала. Сейчас требуется даже больше. Едоков прибавилось. Юлия Васильева, Тимофей Чекмарев и Николай Шведов. Вести Петербург из Ленинградской области.